Привет, друзья и подруги, у нас экстренное включение, с вами Игорь, и мы сейчас поговорим о новостях актуальных, то есть Путин объявил мобилизацию, что это означает? Давайте быстренько попробуем разобраться, что это может означать частичная мобилизация, про которую он объявил сегодня утром. Сегодня 21 сентября, когда я записываю это видео, у нас утро 11 часов 30 минут, почему это важно, потому что события меняются стремительно, много чего еще непонятно. Что это будет означать по факту? По факту у нас будут означать две вещи. Первое, они наверняка попытаются вытянуть, достать своих запасников, то есть всех тех, у кого есть военный опыт, служили когда-то и так далее, они считают, в России считают, видимо Путин считает, не знаю, что у них есть достаточно этих запасников, у которых есть военный опыт, и они могут набрать 10, 20, 50 тысяч, 100 тысяч и так далее, может быть. Это первое. Наверняка сейчас именно за ними пойдет сейчас охота, и уже у меня есть от информаторов из России, в Москве приходят повестки именно тем, кто служил, именно запасники, то есть не просто какие-то там люди и так далее, а именно уже им приходят повестки. В Москве, обратите внимание, Москва, которую ее не трогали, и которая, там не было ощущения, что там война и всякое такое. Люди в шоке, кстати, там, ну, просто офигели, ни хрена себе. Вот, ну то есть там Мариуполь уничтожали, они не были в шоке, когда убивали десятками тысяч украинцев, они не были в шоке, а вот начали повестки приходить, они внезапно в шоке. Забавно очень. Ну, ладно, это лирика. Вот, теперь вернемся обратно. Это первое, да, запасники. Второе. 27 сентября призыв в армию срочников. То есть 27 сентября тех срочников, которых призывали в прошлом году, в 21-м, их не демобилизуют, то есть они останутся служить. То есть это примерно 100 тысяч человек. Говорят, что меньше, может быть, 90 тысяч, там что-то такое. Вот. А их, скорее всего, привлекать не будут прямо вот напрямую, то есть поэтапно, по чуть-чуть. Мы видим, как они из срочников перекидут ближе к границам с Украиной. То есть они будут о них максимально давить, максимально заставлять их там целыми группами подписывать, всякое такое, отправлять на территорию Украины. Ну, какие-то там разные комбинации могут быть. То есть не то, что возьмут сразу все 100 тысяч срочников и закинут. Вот. Но привлекать срочников тоже будут, их не демобилизуют. И плюс они будут выполнять всевозможные там вторичные, логистические, да, функции вот на границе, обеспечения, всякое такое и так далее. То есть непосредственно не те, кто идут вот именно вперед в бой. Я напомню, всегда от вооруженных сил у вас воюют только 30% от армии. То есть остальные 70% обеспечивают связи, логистику, поддержку, всевозможные там, вот, штабные писари, командные звенья работы штабов, кейтеринг в армии, какие-нибудь там, не знаю, кухни, возить, всякое. Ну, короче говоря, вот это все обеспечение, да, все, что поддерживается на этом. Всевозможные военные полиции, прокуратуры, ну, так далее, и так далее, и так далее. Вот, и вот таким должностям наверняка будут их привлекать, вот, и не нужно будет на это вот тратить тех же, например, запасников. А вот запасников, их, да, попытаются именно призвать, и их постараются кинуть в Украину. Смогут ли они так набрать 300 тысяч, как было заявлено? Да, это цифра, скорее всего, с потолка, ну, там, Шой объявил 300 тысяч будет, цифра с потолка, она, откуда цифра вообще появилась, эти 300 тысяч, считается, что в России годных мужчин для мобилизации 30 миллионов. То есть 300 тысяч – это 1% от 30 миллионов, и, как бы, это логика, это военная логика, то есть звучит логично и так далее. По факту у нас 100 тысяч, получается, призывников, еще сейчас будет призыв, плюс у нас есть, вот, пытаются набрать, там, где есть 20, 50 тысяч, 100 тысяч запасников. Почему я вот эти такие плавающие цифры, там, 10, 110, говорю, то 100 тысяч, никто не знает, неизвестно, пока не публиковано, ждем, может быть, какие-то инсайдеры достанут цифры, но неизвестно, сколько запасников есть в России. Теперь большой вопрос, захотят ли эти запасники, вот, по зову, вот, там, вот этого призыва явиться добровольно, вот, встать под ружье. Есть большие сомнения, есть большие сомнения, что, насколько они захотят, они тоже все живут не по пропискам, это люди уже не молодые, которые построили себе жизнь, у которых есть семья, у которых есть карьера, которые работают и так далее. Если это люди, которые есть профессиональные какие-то, профессиональные какие-то качества, вот, знания и так далее, то они работают, наверное, каким-нибудь, ну, по своим профессиям и так далее. Вот, и очень сомнительно, что они захотят умирать, то есть, всем прекрасно понятно, что в Украине это, ну, не мобилизация, а могилизация, то есть, утилизация российской армии. Потери общие больше 100 тысяч. Даже по самым консервативным, пророссийским меркам, общие потери с ранеными, покалеченными, вот, павшими в плен, потерявшимся, безвестки и так далее, вот, у нас 100 тысяч и больше. Есть, например, цифры, что потери в целом уже 150 тысяч у армии России. Вот, то есть, добровольно так вот прямо захотят массово, десятками тысяч, сомнительно. Посмотрим, как это по факту будет, посмотрим, как они будут их доставать. Но тут важный момент есть, я про это писал очень много, и вот еще раз скажу, нет инфраструктуры, все это, как это одеть, накормить, логистика везти, как это все, как, где, ну, реально всего нет. То есть, в любом варианте это займет время. Это не то, что вот завтра они призвали, и в октябре уже сотни тысяч людей будут на фронте. Нет. То есть, это процесс, который займет месяц. Есть оценки, что, возможно, займет даже полгода. То есть, вот, если сейчас они запускают весь механизм этой ограниченной своей частичной мобилизации, то они смогут плюс-минус что-то вот организованное сделать только к весне. Ну, тут, кстати, логично. Они весной ожидают крупное наступление в Украину. И, видимо, они хотят где-то взять живую силу, чтобы подготовиться к этой самой весне. Они понимают, что зима будет тяжелой, зимой будут продолжаться, будут потери у них дальше и так далее, и так далее. И, видимо, это вот с этим связано. Ну, я предполагаю, информации, как я уже говорю, очень мало. У нас утро 21-го, сейчас сентября. Вот, информации мало. Будем смотреть, ждать. Так или иначе, их это, ну, не спасет. Ну, мне очень сомнительным кажется вообще вся эта вот затея, ну, максимально нереалистичной. Как один мой товарищ, кстати, из России, который желает развала России и полного триумфа вооруженных сил Украины, написал, что это предсмертная пена. Вот, это так. Предсмертная пена. Предсмертная пена. И мы видим, что Путин идет на недеэскалацию, как считалось. Думаешь, у него тут жесты доброй воли и так далее, а наоборот на эскалацию. Не знаю, что ему там, не знаю, ушлось. Китайские ребята сказали, вот, может, намекнули ему, что вот он полный лошара, пардон. Вот, ему стало очень обидно. И он сказал, ага, вот, и сейчас я покажу, как по-настоящему надо воевать. Неизвестно, что там в голове творится. Но он идет на эскалацию. И это только еще раз показывает, что Россия несется в пропасть. Если она так вот, как на саночках, неслась, сейчас под саночками уже наклон увеличивается, увеличивается, увеличивается. И ее понесло сейчас с огромной скоростью, космической просто. И вот если они будут продолжать дальше эту всю тему давить, не отпускать призывников, выискивать, вылавливать запасников и так далее, мы видим, что в конечном итоге это может вылиться в непредсказуемой. Мы знаем, что российский бунт всегда был бессмысленный и беспощадный. С ударением на беспощадный. Вот, с акцентом на беспощадный. И это все к этому ведет в конечном итоге. Ну, для украинцев, что важно теперь, да, это все про Россию, все, что у них там, вот это и так далее. И что важно про украинцев? Война надолго, война на годы, как я уже много раз говорил про это. Вот эта эскалация, на которую они пошли, это еще раз подчеркнуло, что война надолго. Те, кто не призваны, не попали под волны мобилизации, те, кто не пошли с добровольцами в начале полномасштабного вторжения и так далее, подготовиться, что будут призывы, будут повестки. Надо будет набирать вооруженным силам Украины, они будут набирать новую силу. Нужно будет проводить ротацию. Те, кто воюют уже давно, их надо будет отпустить, отдохнуть, как минимум, чтобы они вернулись потом снова, тем более, если добровольцы не вернутся. Но все равно и нужно будет дать отдохнуть. Поэтому всем гражданам Украины подготовиться, что война будет тяжелой. Победа, несомненно, будет за ВСУ, победа будет за западным миром, западными ценностями. Здесь нет ни капли сомнения. Но мы видим, что просто Кремль оттягивает свой конец. Вот эта частичная мобилизация, это просто оттягивание своего конца. Они прекрасно понимают, что они будут разгромлены. Они этого боятся. Путин безумно боится. И поэтому пытается хоть как-то вот так вот оттянуть этот момент полного краха и разгрома. Поэтому как-то так будем следить за ситуацией, смотреть, что будет дальше. Кого-то будут действительно призывать или не призывать. Всем спасибо. С вами был Игорь. И будем на связи. И слава Украине. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok